Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Я решил запилить видосик, тем более мне на телефон прислали там интересное видео. Называется это видео Нобелевское открытие о лечении рака, которое от нас скрыли. Ну вот, рассмотрим его со всех сторон, дополним или опровергнем. Ну короче, у меня появилось желание его разобрать. Итак, начинаем. Сыроедение давно признали официальным методом лечения онкология, но продолжают лечить химию. В 1987 году Министерством здравоохранения Голландии была официально признана теория врача Корнелиуса Муэрмана, считавшего, что онкологию можно вылечить одним только радикальным изменением в системе питания. Звучит невероятно? Ну что сказать по этому поводу? Звучит невероятно. Дело в том, когда я лично для себя так решил посмотреть, а какие причины бывают в возникновении онкологии, они оказались настолько обширны, что если мы, не зная причин, будем воздействовать вот якобы только сыроедением, то, ну как бы сказать, это как, знаете, как лотерея. Может повезти, а может не повезти. Ну так кратко так скажем, допустим. Одно дело, онкология возникла из-за грязнения организма. Допустим, у человека запор, который длится огромное количество времени, десятки лет. В результате потихонечку возникает онкология. Допустим, следующее. Кто-то чрезмерно перенервничал, и у него возникла онкология. У кого-то была родинка, которая переродилась в онкологию. У кого-то были паразиты, которые со временем образовали злокачественную опухоль. Такое есть воздействие. Далее. Какие-то химические факторы. Допустим, есть такие случаи. У плотников они там держат гвозди во рту. Есть такая привычка. Возникает рак гвы. У трубочистов они соприкасаются с сажей. У них рак мошонки. И так далее и тому подобное. То есть огромное количество всевозможных причин. И если мы не воздействуем на причину, то толку от этого маловато, что мы только изменили питание. Ну, послушаем дальше. Звучит невероятно. Произошло это на 94-м году жизни исследователя после серии ошеломляющих исцелений больных, от большинства из которых отказалась официальная медицина. Строгая государственная комиссия тщательно изучила все случаи и четко запротоколировала излечение 115 человек и 150 раковых больных. Интересно, что эффективность метода в так называемых безнадежных случаях оказалась вдвое выше. Эксперимент поддержали и ученые с мировым именем. Дважды лауреат Нобелевской премии Линус Паулинг, Калифорния, и лауреат Нобелевской премии Домок. Оба назвали метод Мойермана великим прорывом в решении проблемы рака. Ну смотрите, что бы я еще сказал. Вот ученый, который доказал, сколько там было 115 и 150, а вот остальные все-таки как-то не попали. Значит, кто у нас еще из врачей-онкологов? Это был Тулио Симончини пишет, что рак излечимый. Это скрывается намеренно с 1969 года. Значит, Тулио Симончини открыл способ лечения онкологии. Если рак лечится содой, нам предстоит выяснить, а что общего между содой и, ну так можно сказать, обильным употреблением сырой пищи. Что общего? Какой там механизм? Кстати, Тулио Симончини, он говорит, вы можете там посмотреть, что он практически любую онкологию на любой стадии излечивал раствором пищевой соды. Специальным образом она подавалась, то есть не только она там через рот, а через капельницу и так далее и тому подобное. То есть вот еще один метод, как бы сказать, что тут общего. Мы это с вами определим далее. Итак... Смуэрман был счастливым человеком. Он дожил до признания дела всей его жизни и ушел в возрасте 95 лет. Ну, смотрите, признание получил и что-то там такое, но это только в Голландии получил. Общемировая практика совершенно иная, как мы знаем. Это химиотерапия, лучевая терапия, онкология. Ну, в основном вот эти вот. То есть существует так называемый протокол лечения. Кстати, Тулио Симончини пострадал из-за того, что он, когда представил свои результаты лечения, сказал, смотрите, я вот лечу онкологию. Его посадили в тюрьму, якобы. За то, что он отошел от протокола лечения онкологии. В нашей стране, вот я как раз смотрел Сарычева, Кирилла Сарычева, и там пришел один яблокоед, который сказал, вот у меня там какая-то травма была, я, знаете, стал яблоками питаться, сбросил вес, прекрасно чувствует, травма прошла там. И даже, он говорит, по вот этому вот методу яблокоедения Некоторые люди излечились онкологией. И врач, который там его исследовал, брал анализ и говорит, так... Ни в коем случае, у нас два медицинских института занимаются исследованием этой проблемы. А ты тут только яблоки ешь и все, и онкология пройдет. Вот, то есть два института. 7 лет до этого признания произошло еще одно событие. В 1980 году ученому Совету Министерства здравоохранения СССР был зачитан доклад о том, что современное лечение устраняет только симптомы, но не причины заболевания. В доказательство были приведены 49 историй болезней, полностью излеченных пациентов, в том числе онкологических, и представлена система естественного оздоровления человека. Решение Совета было однозначным. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Чему же до сих пор врачи не лечат этим методом, а травят больных химией? Может, они просто этого не знают? Или опять этот метод положили под суп, но потому что это кому-то не выгодно? Многие ученые искренне заинтересовались методикой. Смущало их лишь то, что к разным болезням применялся один и тот же подход, как панацея, которую наука отрицает. Сегодня все больше исследователей приходят к выводу, что причина всех более чем 400 разновидностей рака известна. Это нездоровый образ жизни и в первую очередь так называемое раковое питание. Я до этого только что рассказал, что причины онкологии бывают совершенно различные. Их масса вообще-то. Каждый человек свою онкологию наживает сам. Допустим, у вас тут геопатогенная зона, есть технопатогенная зона, есть так называемые раковые дома. Причем тут питание. То есть много вещей есть, которые просто-напросто нельзя сводить только лишь к питанию. Хотя ясно и понятно, что питание строит наше тело. И в зависимости от того, какое это тело, может к нему, допустим, прицепиться рак или не может. Но в любом случае, если вы находитесь в мощной геопатогенной или техногенной зоне, будем говорить, или облучены радиации, онкология, знаете, тут как тут. Поэтому не надо только вот так вот к одному сводить. Это я заостряю ваше внимание. Не надо. Взять, что может дать питание, другое дело. Но параллельно искать от чего, почему. Большинство человечества употребляет пищу, которая питает в основном роковые, переродившиеся клетки и малопригодна для нормальных, здоровых клеток. Так, стоп. Вот смотрите. Пища, которая питает вот эти вот переродившиеся клетки. Возникает вопрос, вот еще разок мы возвращаемся к причинам. А что именно является причиной того, что клетки начинают перерождаться? Кстати, я написал книгу «Лечение онкологии народными там средствами» и просто-напросто для себя разобрал вот разные народные и натуропатические методы лечения. То есть, там есть и водка с маслом, метод Шевченко. Там есть метод лечения, по-моему, Бройса. Вот в чем он там заключается. То есть, масса всевозможных. Там есть и лечение онкологии керосином. И в некоторых случаях прекрасно срабатывало. Причем на последней стадии. Ну, вот именно причина. В чем причина? То ли в том, что грязный организм. То ли в том, что эмоциональное потрясение. То есть, должна быть какая-то причина, которая ведет к тому, что программа жизни клетки сбивается. И она становится чужеродной для организма и начинает непрерывно делиться. И организм ничего не может сделать. И тогда, естественно, начинается разное лечение. Вот. То есть, я вас заострил. Тут, как бы сказать, ну слишком уж все. Как бы сказать, просто вот питание и все. И все у вас будет в шоколаде. Я сразу говорю, нет. Очень много факторов, которые влияют. Хотя, питание не сбрасываем. Не сбрасываем с этого самого его важности. Но, тем не менее, я подчеркиваю иные вещи. Ну, известный факт, что таких переродившихся клеток в организме каждого современного человека появляется огромное количество. Но если у человека более или менее крепкая иммунная система, раковые клетки уничтожаются, едва успев родиться. Вот смотрите, уничтожаются. О причинах ничего не сказано. И далее идет перескок на иммунную систему. Причем иммунная система понимается. Лимфоциты, лейкоциты, которые, как бы сказать, должны что-то там распознать еще. То есть, вообще-то, иммунная система имеет несколько, как бы сказать, эшелонов защиты. И, лично я считаю, наиболее важным, наиболее важным, это энергетическая защита. То есть, человек должен быть единым целым. Человек строится, организм человека строится по образу и подобию энергетической матрицы, так называемой голограммы. Где указано, какие клетки должны быть, чем они должны заниматься и прочее, прочее, прочее. И вот, если там возникает сбой в этой голограмме, энергетической этой матрице, что-то, будем говорить, идет не так. А как это можно ее, так сказать, именно энергетическую матрицу, можно, будем говорить, искривить, ослабить и испортить. Это, как правило, эмоциональное потрясение. Либо человек живет в так называемом стрессе. То есть, он живет в каких-то там мыслях, которые, которые... Что такое мысли вообще? Мысли – это информация, которая, естественно, имеет свой объем, находится в нашем организме. И она так или иначе начинает влиять на генетический аппарат клеток. Это я говорю – академик народной медицины Узбекистана, между прочим. И, естественно, возникает сбой. Это один из вариантов, так сказать, эмоциональный. То же самое, допустим, смотрите, если идет облучение – тоже повреждается. Как на материальном уровне эти хромосомы, так и на энергетическом. Если вы находитесь в геопатогенной зоне – тоже. И плюс еще вот говорится про вот это так называемое раковое питание. Дело в том, что люди и вот эта вся современная кулинария настолько отошла от естественного питания, продукты настолько извратились, настолько в них много разного рода канцерогенов и прочих, прочих. Прочих, знаете, вот опять-таки, ну, допустим, даже свежерастительные какие-то там, ну, грубо говоря, там, пускай там листовые там овощи. Смотрите, добавляют разного рода пестициды, удобрения там, гербициды, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да, еще и генно модифицируют. И в итоге даже вот эти сырые продукты, они получаются какие-то искусственные. И вся эта информация, естественно, влияет на нас. Я не раз говорил вам, что наш организм строится из того, что мы с вами едим. И то, что вот эти все эти растительные продукты, которые выросли, ну, в смысле, растения следобные, которые выросли в этом регионе, они вобрали в себя информацию от этого места. И мы, поедая ее, встраиваемся в это место. Если же мы просто-напросто вот эту вот основу извращаем, извращаем удобрениями, гербицидами и факторами, которые влияют на рост, на то, чтобы они там сохранялись дольше и так далее, и так далее, это не есть хорошо. И в результате мы удивляемся, а почему так много заболеваний? Да потому что мы вообще произошли разадаптацию своего организма с помощью вот этих продуктов питания. Плюс мы едим там эти продукты питания совершенно с другого региона и прочее, прочее, прочее. И не мудрено, что тут и медицина не справится, и вот это вот, что сейчас говорится там о сыроедении и так далее. Это практически вам надо питаться в таком месте, где там даже ничего там не удобрялось, все росло естественно. Вот тогда какой-то будет толк, а так все это магазинно, все это быстрее, чтобы это выросло на лоток, чтобы это сохранилось на лоток, все это в рот и так далее. А потом удивляемся, откуда? Да мы столько вот этих всех провоцирующих вот этих факторов съедаем, что просто удивительно, почему мы еще живые, а не то, что там онкологией болеем. Жадность и тупость погубят человечество, это сказал я. Жадность из-за того, что надо произвести как можно по низкой себестоимости, и тупость для этого, значит, надо взять там какие-нибудь там ерунду, искусственно выращенную, чтобы она быстрее росла, там, напичкана всем этим делом, и сохранилась срок службы у нее там был годами, грубо говоря. И все, и вперед. А дальше, дальше мы продали, вы съели, отлично. А если что-то у вас не получается со здоровьем, ну, это медицина должна решать. То есть не понимается вот эта вот причинно-следственная цепочка, и в результате ломают такие копии, ломают такие луки, нобелевские премии, еще что-то дают, еще что-то дают, и так далее, и тому подобное. Там все это заумно, там это самообъясняется. Все значительно проще. Слушаем дальше. Придется только удивляться колоссальному запасу прочности человеческого организма, который мы старательно травим на протяжении всей жизни. И все-таки у многих защита, в конце концов, ослабевает и возникает болезнь. Мойерман считал, что, поедая моносахариды и животные белки, мы кормим раковые клетки и таким образом сами выращиваем свой рак. В принципе, этого никто не отрицает. Все действенные системы лечения онкологии ограничивают сладости и белки. Не секрет, что первые попытки отказа от этих продуктов у многих вызывают чувство голода, слабость, головные боли. Замечали за собой такое, когда меняли питание? Расскажите о своем опыте в комментариях. Я менял свое питание. Сыроедческий был рацион и много-много всего. И знаете, опять-таки, вот смотрите, вот в этом видео обходится вот то, что я вам сказал. Пестициды, гибрициды, вот это вот генномодифицированные продукты и так далее. Это все обходится. Что, мол, сахара виноваты, мол, виноваты белки и так далее. Естественно, естественно, надо есть, ну, будем говорить, умеренно. Но так как еда доставляет нам удовольствие, поэтому мы, не получая иных вещей для удовлетворения самих себя, налегаем на еду. То есть это одна из таких причин. Вот так что не в сахарах и не в белках, а в их количестве, если брать их, так сказать, теорию, умеренное питание. Но для этого нужна так называемая самодисциплина, самонаблюдение, самоконтроль должен быть. А его, у современного человека нет, он отсутствует. Делители утверждают, какие сигналы подают в наш головной мозг именно раковые клетки, встроившиеся в организм человека. Это им плохо. Это они сигнализируют о своем разрушении. Однако постепенно после перехода на природное растительное питание самочувствие приходит в норму. У онкологических больных улучшается состав крови, исчезают боли, начинают рассасываться метастазы. Всем известно, что четвертая стадия онкологии лечится труднее всего, а многие виды рака на этой стадии считаются официальной медициной в принципе неизлечимыми. Но та же официальная медицина вынуждена была регистрировать удивительные случаи, когда опухоль вдруг сама по себе рассасывалась и от нее не оставалось даже следа. И вот тут можно сделать остановочку. Я вам говорил, что вот я так посмотрю канал Саровича, биполярка, и там он как раз вот с врачом, который анализы делает, говорит, вот столько там гормона, вот столько там у тебя такого, то там у тебя не хватает и так далее, и так далее, и так далее. И в частности сказал, возразил этому яблокоеду, что у нас два института, которые занимаются онкологией, а ты тут со своими яблоками, что-то тут это, мол не води людей в заблуждение. Кстати, я не хочу вводить никого в заблуждение, но поедание яблок, если следовать логике этого ролика, это также сыроедческий рацион. Раз. И второе, Ванга говорила, что онкология будет побеждена железом. В яблоках имеется хоть немного, но там имеется биологически активное железо. Это очень важно понимать. То железо, которое организм может усвоить, а не то, которое дается в виде, допустим, лекарственных препаратов, и якобы думается, что оно усвоится. Ну, как кажется, не тут-то было, не все так происходит, как нам думается. Иснить, как это происходит, официальные врачи не смогли, просто назвали это по-научному спонтанная ремиссия. Кстати, о спонтанной ремиссии. Так вот, у людей, у которых произошла так называемая спонтанная ремиссия, необходимо было бы что сделать? Все эти случаи записать подробно, изучить, понять, какие факторы вы пропустили, и они оказались действенными в том или ином случае. Как это сделал я в своей книге «Лечение онкологии, народными средствами лечения профилактики онкологии». Различные привел варианты лечения, которые существуют в народной медицине. Постарался разобраться в их механизмах действия. И уже где-то можно что-то общее делать. То есть, отрицать нельзя, надо изучать, анализировать. И ледишь, начинает проявляться некая общая закономерность. В деле, в этом нет ничего удивительного. Раковая опухоль живая, поэтому, как и все живое, ее можно разрушить, умертвить, задушить голодом. Отказываясь от ракового питания, мы тем самым перестаем кормить опухоль, что и приводит к ее гибели. К слову, диета Майермана не полностью сыроедная. Она основана на свежих овощах, фруктах, натуральных соках, но помимо этого, включает в себя зерновые, хлеб, макароны из муки грубого помола. Нешлифованный рис, не запрещаются также молочные продукты. Небольшое дополнение. Хлеб, рис и так далее, все это должно быть цельным. То есть хлеб из цельного зерна, если рисовая каша из цельного риса, не шлифованная, чтобы все было, чтобы мы употребляли весь комплекс, помимо крахмала, чтобы там были витамины, которые содержатся в зародыши, которые выбрасывают. Микроэлементы, которые содержатся в оболочке, которые тоже выбрасывают. Из-за того, чтобы это все дольше хранить и удобно приготовить разного рода продукты питания. То есть неудобно для питания, но удобно для приготовления и хранения. И вот эта вот сторона вопроса перевешивает здоровье, здоровье конкретного человека, здоровье человечества. Да болеет, да болеет, да будем лечить, да будем лечить и так далее. Именно по этой причине метод Мойермана оказался эффективным в 115 и 150 случаев. Но почему питание сырыми продуктами так радикально влияет на рак? Большинство современных натуропатов считают, что сыроедение делает среду организма щелочной, а еда вроде сахара, муки и мяса окисляют организм. Так, стоп. Вот здесь я хочу сделать большое разъяснение. Вот та еда там ощелачивает, та еда там закисляет и прочее, 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 прочее. Это большое, огромное заблуждение. И люди думают, что если они, грубо говоря, вот смотрите, у нас среда сдвинута там, ну, допустим, в кислую сторону, вот так она сдвинута. Что мы начинаем есть, и мы ее сдвигаем в щелочную сторону, там, и вот сюда можем двигать щелочную сторону, и будет все лучше, лучше, лучше. Нет. Это величайшее заблуждение, вот когда люди вот это не знают, они несут несусветно. У нас существует вот такой вот коридорчик, очень маленький. Организм, PH, крови, держит, знаете, там, зубами, ногтями и всем чем угодно. Вот в таком состоянии существуют своеобразные буферные системы и так далее, и так далее, которые все это обеспечивают. И поэтому мы не можем чрезмерно вот сюда сдвинуть, закислить кровь, но не можем, потому что мы сразу же умрем. И ощелачить мы не можем, то есть мы можем держать все это вот в таком узеньком, узеньком коридоре. Не может развиваться в щелочной среде она для него губительно. В общем, с этим вроде бы согласна и официальная наука. В 1931 году немецкий физиолог Отто Варбург даже получил Нобелевскую премию за открытие дыхательных ферментов клеток, в особенности это касалось раковых клеток. Варбург считал, что основной причиной рака является именно замена нормального дыхания клеток кислородом на ферментацию сахара. При этом, чем ниже pH, тем ниже концентрация кислорода и значит, тем больше раковых клеток. Вы слышали об этом? О том, что сыроедение полезно для здоровья, людям было известно с глубокой древности. Стоп! Вот смотрите, все думают, что там свежее вот это вот питание, это в основном там овощи, там фрукты и так далее, так далее. Оказывается, здесь огромное количество зерновых продуктов, цельных зерновых продуктов, в том числе там ячменя, лепешки из цельного ячменя и так далее, так далее. А как правило, вот видовое питание, приспособление зубов, желудка, кишечника, у нас больше именно к травам, фруктам, зерновым. И на этом питании можно прекрасно вообще-то жить. Это уже потом мы начали там дополнять. Хотя вот и обезьяны там взять, тех же шимпанзе нет, нет, да они охотятся там на других обезьян с целью там поесть мясо. Но я не за то, чтобы там мясо, если действительно хватает, кстати, молочных продуктов, орехов, орехов, фруктов, вот этих всех зеленых этих овощей, у нас получается прекрасное полноценное питание. Ну, в которую там кто-то там изредка добавляет там мясные продукты. Ну, сейчас же, видите, все извратилось. Больше, значит, вот эти вот мясные там продукты, крахмалистые продукты, где мука очищена. И плюс вот это все, вот все продукты, все и животные, и растительные для 90% населения напичканы пестицидами, гербицидами, генноизмененные там продукты. Чего вы тут рассказываете, что-то там такое, что от чего-то там избавиться. И плюс, смотрите, переход, если так уж разобраться на свежерастительное питание, требует довольно-таки мощного желудочно-кишечного тракта. А он не у каждого, знаете, такой, вот это еще одна большая ошибка и заблуждение, которое я вот хочу особенно подчеркнуть. Все думают, что я сейчас перейду на яблоки, сейчас я перейду там на клубнику там и прочее-прочее-прочее, на зеленый подножный этот корм, там, корнеплоды, орехи. И все это у меня, знаете, оно само перейдет. Ничего подобного. Переход осуществляется примерно у одного из сотни. Сотни, вот сотня начала переходить. И у одного это все более-менее нормально, потому что у него мощное пищеварение, хорошо там вырабатываются все эти ферменты, замещаются ферменты, потому что на каждую пищу должны быть свои ферменты. Все это требует времени. И, как правило, у большинства просто-напросто возникает поначалу, да и туда дальше расстройство в виде поноса. Далее они не могут справиться, они постоянно голодные, надо что-то жевать, жевать, жевать. А сел, допустим, грубо говоря, бутербродик, да, и как-то сытно стал. То есть везде здесь должен быть такой интересный компромисс с учетом индивидуальной конституции, с учетом вашего возраста, с учетом вашего здоровья и мощности желудочно-кишечного тракта. Если вы это не хотите понять, и вот так, а вам так, а раз, и вы думаете, да, все, ничего подобного. Многие пробовали там перейти на сыроедческий рацион. Можете посмотреть там. И что у них получалось? Единицы, остаются единицы, у которых, как я сказал, прекрасный желудочно-кишечный тракт. Эта тема глубоко и всесторонне разрабатывалась всеми ведическими учениями. Ну, что я хочу сказать немножечко о своем канале. Значит, я столько выложил и теоретического, и практического материала, богатства, которые, ну вот как там указано, и на трудах Уголева, Пригожина и других-других людей, плюс древних натуропатов и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это богатство, плюс осмысленное, с учетом индивидуальной конституции. Поэтому изучайте мой канал, книги, которые я надиктовал, которые я не надиктовал. Потихонечку пробуйте, осознавайте действительно свой собственный организм, понимайте, как он работает, и будет вам, как говорится, счастье. Но вернемся к системе голландского исследователя. Наверное, многие будут удивлены, узнав, что современная теория рака долгое время основывалась на постулатах, сложившихся еще в позапрошлом веке и сформулированных в 1858 году Рудольфом Вихровым. Вот эти постулаты. Первое. Рак – локальное заболевание. Второе. Болезнь сама заявляет о себе, проявляясь в виде опухоли. Третье. Опухоль состоит из вида измененных клеток. Четвертое. Размножение этих клеток делением идет автономно, и остановить его невозможно. Пятое. Эти клетки самостоятельно ограничивают свой рост. Шестое. Рак – это или мутация клетки, или слом программы в определенной замкнутой системе. Мойерман фактически опровергает эти постулаты, а ведь именно старый подход к болезни делал и неверными подходы к лечению, когда все методы лечения были направлены на прямое искоренение опухоли, что, согласно открытию Мойермана, в корне оказалось неверным. Возможно, этим и объясняется такое количество летальных исходов при онкологии. Ну, опять-таки, знаете, вот, как бы сказать, вот перечислено уже то, что видимо. А в чем заключаются причины? В чем заключаются причины? Как человек наживает онкологию? Причем каждый наживает ее индивидуально, но при этом имеются некие общие причины. Это, как правило, знаете, вот, грубо говоря, онкология, как семя, оно должно упасть на, в первую очередь, загрязненный организм, люди курят, плюс от всего этого питания там грязи полным-полно. Естественно, все у нас ослаблено, вся эта иммунная система и так далее. Далее идут эмоциональная, пресс такой эмоциональная, нестабильность работы сознания, плюс малоподвижная. И, естественно, вот это питание, я уже не говорю о питании, вот этими всей этой бурдой, которая идет с полей и огородов, обильно сдобрена пестицидами, гибридцидами, удобрениями, генно-модифицирована, и туда дальше, чем не это, не дальше, тем всего этого больше. И это все, причем начинается уже с самого, с раннего детства. Ну ладно, послушаем, что там дальше. Ортодоксальная медицина все еще стоит на старом подходе к лечению, почему-то напрочь игнорируя это Нобелевское открытие. А вот почему оно игнорирует это открытие? Ну почему? Вот там Тулио Семончини говорил, вот ученый там доказал, Нобелевскую там премию получил. А почему? Вот так вот это все игнорируется. Вот протокол лечения, соответствующие пункты и все. Шаг влево, шаг вправо, пшу, утурму. Сразу тебя обзовут шарлатаном и заберут лицензию на врачебную деятельность. Да и отношение большинства людей примерно такое. Конечно, все понимают, что правильным питанием можно снизить вес, понизить холестерин, даже помочь диабетикам. Но чтобы уничтожить рак, нет, это слишком серьезное заболевание. Однако сегодня проводятся многочисленные исследования, позволяющие утверждать, что после грамотного перехода на антираковое питание излечиваются такие виды болезней, как рак кишечника, груди, желудка, печени, почек, кожи, гортани, пищевода, легких, яичников, матки, кости, простаты, лимфогранумелатоз, лейкемия. Кроме того, поддаются лечению такие трудноизлечимые заболевания, как псориаз, гангрена, сахарный диабет, волчанка, остеохондроз, болезни почек, ревматизм, артрит, бронхиальная астма, катаракта, сиборийная экзема, нейродермит. Резервы самоисцеления организма безграничны, ему просто надо правильно помочь. Вот сказано, ему надо правильно помочь. В чем заключается вот эта вся помощь, если вот обилие вот этих вот свежих этих овощей, фруктов, свежевыжатых соков, она заключается, смотрите, в чем. И плюс я сразу же Тулио Семанчини возьму, который с помощью соды, пищевой соды, значит, лечит онкологию. Сразу, чтобы было понятно. Дело в том, дело в том, что, смотрите, самое главное, это то, что в крови у нас имеются буферные системы, которые поддерживают постоянство внутренней среды, постоянство внутренней среды обеспечивает наилучшую работу нашего организма. Это важно понимать. И именно вот эти буферные системы, которые повышают там щелочные резервы, они не сдвигают внутреннюю среду в щелочную сторону, они ее укрепляют, то есть она становится, знаете, стабильная. То есть одно дело, она слабенькая, ее легко там можно смещать в ту иную сторону на определенную. А она становится более стабильная, то есть это своеобразный такой получается щелочной иммунитет, который обеспечивает лучшую работу всех клеток нашего организма. И защиту, естественно, на уровне уже крови щелочной. И этот щелочной, как бы сказать, вот этот резервный щелочные вещества поступает от свежей растительной пищи и соков, в основном там листовых, вот этих вот фруктов, овощей и так далее, свежих. И то же самое делает пищевая сода. Она повышает, причем еще более резко повышает вот эти как раз буферные щелочные свойства крови. И за счет вот этот именно часть защиты становится более мощной. Ну и естественно там все это укрепляет и влияет на то, чтобы постороннее там не размножалось. Плюс это питание щелочное, питание свежерастительной пищи, оно постепенно вымывает вот эту всю грязь, все вещества, которые были внесены до этого, прежним питанием, грубо говоря, вот эти все там, от мяса, от круп, от муки, от сахара и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть наш организм действительно становится, начинает работать более естественно. То есть нету ни в сладких там фруктах, да, там много там глюкозы, фруктозы, как бы сказать, они могут резко сдвигать, как бы сказать, показатели там крови и так далее. Но это естественные. Потому что тот же, грубо говоря, сахар, который находится в фруктах, к нему уже присоединен белковый носитель, минеральный носитель, еще какие-то там вещества и так далее. Он естественно вошел, потихонечку начинает усваиваться и делает свое дело. Если же мы просто намешали сахар, выпили, это совершенно иной продукт, который требует совершенно иного подхода для своего усвоения, выведения и так далее, так далее. То есть он совсем по-другому влияет на наш организм. И это разлаживает работу организма. Поэтому убирая рафинированные продукты, мучные, сладости, плюс, допустим, сокращая количество там белка, мы сразу же облегчаем работу организма. И он уже действительно свою энергетику, свои резервы, которые высвободились, может потратить на то, чтобы восстановить ту или иную функцию, либо же, грубо говоря, уничтожить ту или иную. Итак, подведем итог. Щелочное питание свежерастительной пищи и щелочь Тулио-Семончини, пополняя резервы, вот эти буфера щелочные, укрепляет вот этот вот иммунитет жидкостный, будем сказать. Такая становится среда, в которой особо ничего развиваться не может. Более-менее держит. И все так просто. Почему в мире до сих пор так много неизлечимо больных? Наверное, потому, что это кому-то выгодно. А еще больных много потому, что правильная система оздоровления требует огромной самодисциплины, четкого исполнения всех рекомендаций и комплексного подхода. Комплексный подход к самоисцелению, восстановлению и омоложению организма – это реальный путь к источнику здоровья, полноты сил и энергии. Ведь именно количество и качество энергии, с которой мы вступаем в новый день, с которой приступаем к любому делу, определяет в конечном итоге все результаты нашей жизни, наше настроение и даже наши отношения с другими людьми. И я вам как раз демонстрирую свою возросшую энергетику и свое положительное эмоциональное состояние. Вот оно. Я вам это наглядно демонстрирую. Можно рассуждать, да, восстанавливается, то, сё, пятое, десятое, знаете, так это. А можно это всё воплощать и показывать, что в данный момент я и делаю. А где же наш потенциал? Где наши мечты? Где наши творческие планы? А на них поставлен крест. А крест этот называется обесточивание взрослого человека. Ну вот, подсказал, что обесточивание взрослого человека можно прекратить и можно наоборот накачивать его энергией. При этом человек сам эту энергию добывает и удивляется, что с ним происходят такие очень интересные изменения. И он становится, чувствует себя действительно как в детстве. Не задумывается, что где-то там, что-то там болит. Какая-то погода, энергетики много, состояние какого-то счастья, эйфории, всё интересно, ну и прочее, прочее, прочее. Кстати, вот как раз здесь подарок, авторская книга «Рецепты о здоровом питании». Я вам и книги выставил, и рецепты показал целебной кулинарии, и книгу ещё надиктовал. То есть я вам столько выложил, знаете, мудрости это. Огромное количество. Садитесь, изучайте. Вот она школа здорового образа жизни, где имеются реальные результаты. От развалины до человека, который уверен в своём будущем и радуется жизни.